Во всех странах Центральной Азии служба в армии иностранного государства считается преступлением, подпадая под статью о наемничестве. Поэтому мигрантов, согласившихся подписать контракт с Минобороны России, в случае возвращения на родину ожидает уголовное преследование. В январе Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в вооруженных силах России во время так называемой специальной военной операции. Более трех тысяч иностранцев, которые участвовали в войне против Украины на стороне Москвы, уже получили российское гражданство, сообщили в Министерстве внутренних дел России. Одновременно с раздачей гражданства иностранцам, участвующим в войне, российские власти начали преследовать тех, кто приобрел российский паспорт, но не встал на воинский учет. В начале августа Путин подписал закон, согласно которому за неявку в военкомат натурализованных россиян можно лишить гражданства. После этого, как подсчитали важные истории, российские паспорта отобрали по меньшей мере у 12 россиян. После лишения гражданства их обязали покинуть страну. И сообщение издания The Moscow Times в Telegram. За время полномасштабной войны против Украины российская армия потеряла уже более 700 тысяч военных. Это данные Генштаба вооруженных сил Украины. Там сообщают, что только за сутки 3 ноября силы обороны Украины уничтожили 1300 российских оккупантов, а также десятки единиц вражеской техники и вооружений. Из-за нехватки живой силы Россия привлекает на фронты военных КНДР. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации пресс-НБО Андрея Коваленко, первые северокорейские бойцы уже попали под обстрел. Информация об их судьбе не уточняется. Насколько хватит этих самых российских или даже северокорейских солдат для реализации этих миссий, я имею достаточно обоснованное сомнение, ведь все в этом мире когда-то имеет свою финальную точку, свой финал. И россияне в таких масштабах, практически расточительно используя живую силу, могут в конце концов оказаться у разбитого корыта, когда им физически не будет чем не только наступать, а даже обороняться. Известно, что в Курской области могут находиться не менее 7 тысяч военных КНДР. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины. Всего Пхеньян по разным оценкам предоставит Москве около 12 тысяч своих солдат для войны против Украины. Это действительно, скажем, ощутимая цифра. Сказать, что она стратегически может решить какие-то задачи для российского режима, скорее всего, что нет, но все равно это для нас тоже ощутимо, и эти риски нужно учитывать. За каждого солдата КНДР получает по 2 тысячи долларов. А в российских регионах тем временем увеличивают выплаты за подписание контракта на войну против Украины. Независимо от того, прописан человек в столице России или нет, при заключении контракта в Москве ему обещают 5 миллионов 500 тысяч рублей, что примерно 32 тысячи 200 долларов. В отдаленных регионах России суммы за контракт предлагают значительно ниже. Таким образом, идет что-то вроде соревнования между губернаторами, кто больше людей отправит на войну.